Стихи, как терапия, автор Будетоби, Вража, о создании своего хита. Стихотворение Вража Людмилы Горовой взорвало интернет еще весной. Украинскую поэтессу начали называть второй Линой Костенко и слова стиха положили на музыку. Песня стала настоящим гимном всех украинских ведьм и волшебниц. Как было создано это стихотворение и в чем его магическая сила, читайте в материале ниже. Впервые стихотворение Будетоби, Вража Людмилы Горовой, появилось на просторах интернета 22 апреля 2022 года. Произведение в считанные часы стало хитом и слова стихотворения украинские женщины заучили фактически наизусть. Тебе, вражи, вбито, скильки, вража, пивень, в ночи, кукурика, стильки, днив у тебе, доживати, вика, богови, боже, ворогу, вража, будетоби, вража, так, як, ведьма, скажи, скильки, зробиш, вража, кроки в повкраине, стильки твого ляжа, роду в домовине, стане на пивсвиту, черного пристриту, будетоби, вража. Так, як, ведьма, скажи, писанку роспишу, люльку закалишу, матир твою, вража, без детей залишу, батька твого, вража, смертью заспокою, женку твою, вража, висушу ганьбою, богови, боже, ворогу, вража, будетоби, вража. Так, як, ведьма, скажи, як, проси у горя, кризь, дрибненький сито, станеш ти про пекло, господа просите, та не буди, вража, смерть твоя легкую, та и краткая у смерти, вража, не знайдеш спокою. Так, як, ведьма, скажи. А потом слова песни положили на музыку, и песня «Вража» от Энджи Крейда стала также хитом. Ее стали называть настоящим заклинанием, которое обрушивают на головы врага. И действительно, жесткие слова и завораживающая музыка напоминают заклятие против российских оккупантов, которым нужно бояться ступать на украинские земли. Кстати, стихотворение уже было переведено на английский язык. И сейчас слова стихотворения, а также песню используют украинцы во всем мире. Как рассказала Людмила Горовая в эфире Хромацке, это стихотворение было написано в качестве терапии, для самой себя. Именно так поэтесса пыталась справиться с болью. Стих «Вража», который стал очень хорошей песней, стал первым моим таким популярным произведением. Для меня это было неожиданно. Писался он в очень черный период, когда широко открылось то, что делают россияне на оккупированных территориях. Говорить об этом прямо, без метафор, было невозможно тяжело. Мы все были в страшном оцепенении. Особенно те, кто не мог сразу дать ответку врагу. Это как я. Поэтому я писала «Вража» как терапию для себя. Так я пыталась справиться с болью. Иного способа выразить свои чувства не было. Оказалось, что это стихотворение стало терапевтическим не только для меня, рассказала Людмила Горовая. Поэтесса подчеркивает, что замалчивание или накладывание табу на какие-то чувства может привести к личностной катастрофе разных масштабов. И мы все имеем право на выражение своих эмоций. Кстати, ранее мы писали о том, что Кукуюк взорвал сеть стихом об украинских защитников «Я собака Азову» на призвиська «Ведьма». А еще рассказывали о том, что украинские музыканты, авторы песни об Айрактаре, посвятили песню «Химас». Подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы оставаться в курсе важных новостей. Также под видео вы найдете ссылку на скидки на Алиэкспресс. Спасибо за просмотр.